Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов Млечный путь Миякито Сиори. 2009 год бумагой краски Панно 170 на 215 Эту героиню, прячущуюся среди листвы, художник связал с древними сказаниями откачихи, звездереги, создавшей небесное покрывало, и пастухе Аль-Таири, упавшим в небесные стада Поженившись, они забросили свои обязанности и на земле нарушился привычный порядок Ночи стояли темные и страшные, рыбаки теряли дорогу домой, горы стонали, пугая лесорубов Богиня Аметерасу, жалившись над людьми, разлучила влюбленных, а чтобы они не могли встретиться, разделила их рекой, которую люди назвали Млечный путь Ткачиха плакала, и на земле поцарилась пора дождей, а звук флейты пастуха смешивался с воем ветра А Аметерасу, видя такую любовь и горе, смягчилась и велелась сороке раз в семь дней возводить мост через небесную реку, чтобы супруги могли встречаться Но сорока все перепутала, и только раз в году, в седьмой день седьмого месяца, их свидание стало возможным Для этого сороки возводят мост из своих тел Тогда в Японии наступает праздник, праздник влюбленных Танабата Однако, если в этот день пасмурно и Млечного пути не видно, ткачиха и пастух не могут встретиться, и тогда ночью идет дождь Вот такое описание к работе Миякито Сиори, Млечный путь, 2009 год, бумага, краски Я нашел в интернете текст по книге Великие музеи мира Пока-пока, до свидания, всего хорошего Субтитры создавал DimaTorzok